Вот эти штуки для туризма из титана, представляешь? Сейчас я покажу тебе еще несколько подобных, а в конце ролика будет конкурс. Благодаря уникальным свойствам титана, которые выражаются в его особой легкости и прочности, он широко используется в промышленном производстве, в том числе и в авиастроении. Однако, все чаще из этого металла и его сплава производят потребительские товары, в том числе посуду и столовые приборы для туризма. В этой подборке я собрал для вас 15 лучших титановых вещей, которые доступны к заказу с Алиэкспресс. И кстати, с 24 по 29 число на Али будет распродажа, со скидками аж до 70%, а сейчас с 19 по 24 число идет разогрев. То есть, заходите на Алик, добавляйте товары в корзину, получайте монеты и меняйте их на купоны. Экономьте по полной. Ах, ну и в конце ролика будет как всегда конкурс, так что смотрите до конца. Титановая ложка-вилка. Столовый прибор, предназначенный для туристов, сочетает в себе сразу ложку и вилку, что в значительной мере способствует экономии места в рюкзаке. А если учесть, что изготовлена ложка-вилка из титана, то про ее вес, равный 25 граммам, можно позабыть. Общая длина приспособления составляет 16,5 сантиметров. Даже в случае больших нагрузок, ее очень сложно случайно переломить, что сплошь и рядом получается с пластиковыми изделиями. Набор титановой посуды для туризма. Те туристы, которые перед походом считают каждый грамм и кубический сантиметр снаряжения, уже давно стали обладателями продвинутых наборов посуды. Отличие этого варианта заключается в том, что все три предмета, а именно сковородка, кастрюлька и котелок, объемом 1,2 литра, изготовлены из прочнейшего титана и в совокупности весят всего 295 грамм. Размеры их подобраны таким образом, что все они складываются друг в друга, занимая самый минимум пространства в рюкзаке. Вся утварь оборудована складными ручками с защитой от ожогов. Титановое яйцо для заварки чая. Еще одно полезное приспособление для любителей полевой кухни представляет собой титановое яйцо с дырочками. Предназначено оно для заваривания чая в кастрюльках, котелках и кружках. Его использование позволяет избавиться от частиц, свободно плавающие в напитке заварки. Заварник разделен на две части различного объема. Всего лишь достаточно засыпать заварку внутрь, больше из половинок, после чего собрать и бросить яйцо в кипяток. В комплект также входит мягкий матерчатый чехол для хранения. Титановая цепочка для подвешивания походной посуды. Основным предназначением этих титановых цепочек с тремя крючками на концах является подвешивание походной посуды над костром. Впрочем, благодаря их невероятной прочности, никто не мешает подыскать им другое полезное приспособление. В общей сложности в наборе имеются 100 разделяемых звеньев, что позволяет легко настроить цепочки на нужную длину. Подвешивание осуществляется с помощью колец, напоминающих те, которые используются для ключей. Сверхпрочная титановая зубочистка. Если после разового применения деревянную зубочистку приходится выбрасывать, то альтернатива из титанового сплава является практически вечной. Таким образом, даже после того, как у вас совсем не останется зубов, то ее можно будет завещать внукам. Длина приспособления составляет 6,5 см. На конце, предназначенном для захвата пальцами, титановая зубочистка обладает уплотнением, покрытым микрорельефом, предотвращающим соскальзывание. Фляжка из титана. Это невероятные прочные изделия, которые вмещают до 100 мл любимого напитка. Горлышко по резьбе, обладающее диаметром 2,7 см. Удобно как для наполнения, так и для питья. Вес приспособления составляет 63 грамма. Все грани фляжки тщательно отшлифованы и обладают естественным сероватым оттенком. Благодаря плоскому днищу, ее можно ставить на ровные поверхности в вертикальном положении. Титановые палочки для еды. По аналогии с титановой зубочисткой, палочки для еды изготовлены из такого же материала, являются практически вечными. Изделие доступно в трех вариантах длины, каждый из которых обладает индивидуальным весом в пределах 13 или 17 грамм. Для хранения любого из наборов в комплекте с ним предусмотрено наличие матерчатого чехла со шнурком-фиксатором. Поверхность палочек тщательно обработана и является идеально гладкой. Туристическая кружка из титана Имеет несколько очевидных преимуществ перед алюминиевыми аналогами, поскольку она гораздо прочнее и легче их. При весе в 90 грамм и диаметре 8,1 сантиметра, внутрь помещается до 400 миллилитров жидкости. Наличие крышки со складной ручкой позволяет использовать кружку для кипячения содержимого или приготовления вне еды. Боковые рукоятки также имеют складную конструкцию и плотно облегают корпус, не занимая лишний объем. Долговечные соломинки для питья Многоразовые трубочки для питья, изготовленные из титана, это очень выгодное вложение средств, поскольку срок их службы составляет годы. Владельцу остается лишь промывать их после каждого использования, наравне с обычной посудой. Трубочки представлены в прямой, а также в слегка изогнутой на одной из конце формах, которые одинаково хорошо подходят для холодных и подогретых напитков. Цвет титановых соломинок можно выбрать из серого, многоцветного и синего вариантов. Компактный нож с титановой ручкой Это очень компактный складной нож, лишь наполовину изготовлен из титана. Если быть точнее, то титановой является его рукоятка, а лезвие произведено из прочной стали. Но даже такой компромиссный вариант позволил радикально уменьшить вес приспособления до 45 грамм. Общая длина ножа 9 сантиметров. Из них лезвие занимает только 3 сантиметра. Кроме того, доступны иные разновидности комбинированных титаново-стальных ножей, которые отличаются конструкцией и габаритами. Пинцет из титанового сплава Используя титановый пинцет, можно выполнять все те же самые действия, что и с обычным, но при этом быть уверенным, что он не сломается и не будет казаться неповоротливым и тяжелым. Вес приспособления составляет 23 грамма, а его тончайшие окончания подходят для работы со самыми миниатюрными и хрупкими предметами, включая электрические компоненты. Для предотвращения соскальзывания пальцев на боковые грани инструмента нанесен микроскопический рельеф. Сверхлегкий раскладной стул Использовав при создании рамы этого стула сверхлегкий титановый сплав, его создатели добились невероятно малого общего веса приспособления, который составляет 247 грамм. При этом конструкция может выдержать вес до 80 килограмм. Роль сидушки выполняет кусок плотной и надежной ткани. Как и многие другие вещи из этой подборки, стул произведен под маркой Кейнт. Использовать стул можно в качестве дачной и кемпинговой мебели. Титановая горелка Еще немного от общей массы подходного снаряжения позволяет сэкономить газовая горелка, на 60% состоящая из титана. Приспособление обладает весом в 25 грамм и ультракомпактными размерами, накручиваясь непосредственно на баллон с газом. В развернутом состоянии ее ширина лепестков составляет 8,1 см, что позволяет установить сверху небольшой котелок или кружку. В идеальных условиях вскипятить литр воды с помощью такой горелки можно за 3 минуты. Однако скорость нагрева меняется в зависимости от набранной высоты. Чайник из титана от FireMaple Замечательным дополнением к уже упомянутому походному набору посуды станет этот небольшой чайник с коротким рожком от известной марки FireMaple, рассчитанным на кипячение до 1 литра воды. Весит приспособление 185 грамм и обладает диаметром 15 см. Для защиты рук от высокой температуры ручка, а также крышка оборудованы силиконовыми насадками. Нагревать чайник можно как в газовой горелке, так и над костром. Карабинчик из титанового сплава Из разряда EDS вещей из титана нельзя не упомянуть про очень простой и прочный карабинчик, который можно использовать в качестве средства для подвешивания к рюкзакам и одежде различного снаряжения, например бутылок с водой. Для крепления самого карабина на его корпусе имеются отверстия, в которые можно установить кольцо. Весит приспособление 5 грамм и обладает небольшими размерами. Язычок изготовлен из стали. А вот и конкурс. Приз 300 рублей на мобильник либо вебмани. А условия простейшие. Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, куда вы ходили в поход этим летом, либо где отдыхали. Все просто. Кстати, я скоро запускаю новый канал с самоделками. Будет очень познавательно и весело. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Канал называется Изи Мастер. Спасибо вам большое за просмотр и увидимся. Хорошего вам вечера.